Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Жизнь мужчины состоит из сплошных стрессов. У нас есть два основных стресса в году. Это день рождения жены и день 8 марта. Также недавно появился еще один праздник. Это день Святого Валентина. Праздник всех влюбленных. Здесь ко мне пришел Костя, которому нужно тоже сделать подарок. В прошлом году он мотался по магазинам, для того, чтобы сделать подарок своей жене. А сейчас мы будем делать подарок сами, своими руками. В первую очередь нам потребуется картон и фотография влюбленных. Обмазываю, клеим заднюю поверхность фотографии. Я делаю фотографию Костя, а Костя делает фотографию Настя. Готово! Теперь мы берем деревянный уголок. Вы его можете купить на любом строительном рынке. И с помощью него мы начинаем делать паспарту для нашей рамочки. У нас, как всегда, после ремонта остаются материалы, в том числе и жидкие гвозди. Костя, вы хороший ученик, а вы жене дома помогаете, но только не на кухне. Поднимаем, опускаем, прижимаем. Это обыкновенная водоэмульсионная краска. Мы сейчас будем готовить цветную штукатурку. Мы берем водоэмульсионную краску и загущаем ее алькаустикой. И тщательно все перемешиваем. Делай как мы, делай с нами, делай лучше нас. Берем обыкновенный малярный валик и начинаем закрашивать заднюю часть нашей валентинки. Главное не стараться, чтобы была вот такая вот шубка. Мы берем обыкновенную кисточку и начинаем вот так вот дубасить по поверхности. Костя, молодец. А это зачем? Для того, чтобы было еще красивее. Сейчас мы начинаем вырезать стекло. Стекло нужно быть очень осторожным. Из остатков стекла мы вырезаем мелкую мозаику. И таким образом делается маленькая мозаика. Мы на это стекло будем клеить золото. Что это такое? С помощью вот этого клея. Я так понимаю, равномерно его нужно наносить по всей поверхности. Ну да, только не очень запариваются. Слишком запариваются. Любовь получится сложная. У нас высох клей и наступило время золота. Костя, вы любите золото? Очень. Особенно его дарить. Всякое золото, что блестит. Мясо, но блестит. Валентинка – это признание любви. А любовь – это счастье. Вы на счастье посуду бьете? Бьем. Вот она, крепкая любовь русских женщин. Сейчас мы покажем любовь русских мужчин. Стресс мы сняли. Посуду били. Золото кололи. Теперь осталось ее доделать. А сейчас начинаем приклеивать стеклышки к фотографиям любимых. Для этого мы используем пятиминутную эпоксидную смолу. Сейчас вокруг мы будем клеить золотую мозаику с помощью универсальной мастики. И в принципе, это выглядит точно так же, как если бы мы укладывали просто самую обыкновенную плитку в туалете. В жизни каждой семьи бывают разные периоды. Это период любви – золото. Так же бывает очень сложный период. На нашей Валентинке мы символизируем все этапы. Сейчас наступил сложный этап. Это этап битой посуды. Попробуем с ним справиться. Кажется, неплохо получилось. У любви, как у плитки, есть тоже свои технические моменты. Сейчас нам нужно затереть нашу мозаику белой затеркой. Затерка высохла. Мы излишки ее можем спокойно снять просто с сухой марлей. Наши любимые оказались разрозненными. Нам их нужно соединить. И соединять мы их будем обыкновенными петлями. Любовь должна быть крепка, как закрученный шуруп. Мы наконец-то это сделали. Это настоящий мужской подарок. Признание в любви. Валентинка. Да, я, честно говоря, не ожидал, что такой серьезный подарок у нас получится. И думаю, моя возлюбленная будет довольна. Мне будет очень приятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!